Партнер программы сеть магазинов самогонных аппаратов Колба в городе Орске. В Орске подростков от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса. Все подробности расскажем прямо сейчас. Очередное заседание Орского городского совета оказалось рекордно коротким. Все вопросы депутаты рассмотрели за 15 минут, потому что главного вопроса в повестке дня не оказалось. Подробности смотрите в этом информационном выпуске. В Орске активно обсуждают трагедию, которая случилась на улице Перегонной. Напомним, здесь насмерть сбили парня. Одни говорят, что все произошло на пешеходном переходе, другие, что в 10 метрах от зебры. Ситуацией разбирались Маргарита Шкарабурова и Андрей Энгель. Жители дома номер 7 по улице Андреева в Орске мерзнут в своих квартирах. В чем причина, разбирались Наталья Бейкер и Андрей Энгель. В Орске отгремел финал городского конкурса «Ну-ка, девушки!» О том, как это было, расскажем прямо сейчас. В Орске начали прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19. Напомним, накануне в городскую больницу номер 5 привезли первую партию вакцины от коронавируса для детей – 500 доз. То есть двумя имеющимися в наличии компонентами можно привить 250 школьников. Чтобы привить своих детей от коронавируса, родителям необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, оставить свои данные и данные ребенка. Так, в первый день вакцинации в Орске в детской поликлинике на улице Молодежной желающих поставить вакцину от COVID-19 было много. Ситуация с коронавирусом в Оренбурге на 27 января следующая. 113 тысяч 81 случаи коронавирусной инфекции зарегистрировали официально. 718 за прошедшие сутки. На сегодняшний день выздоровели 100 тысяч 893 человека. 201 за минувшие сутки. Госпитализировано за сутки 95 человек с диагнозом COVID. В стационарах находится 126 пациентов в тяжелом состоянии. 19 на искусственной вентиляции легких. Еще 303 – оренбуржца в состоянии средней тяжести. Остальные – удовлетворительно. Всего в регионе зарегистрировано 3579 летальных случаев. Два – за последние 24 часа. Заседание Орского городского совета, состоявшееся 27 января, оказалось рекордно коротким. Все вопросы повестки дня были рассмотрены за 15 минут. Потому что главный вопрос, ради которого по большому счету и проводилось это заседание, в последний момент был снят с рассмотрения. Речь идет об отчете главы Орска за работу в 2021 году. Напомним, обсуждение этого документа обещало быть очень жарким. Оппозиционно настроенные депутаты и городские, и региональные за два дня до этого даже собрали пресс-конференцию, на которой жестко раскритиковали как отчет, так и самого главу. Уже тогда было известно, что Василий Казупица болен, но интрига сохранялась. Придет ли он, нет ли? Точка была поставлена на первой же минуте заседания. Артем Воробьев, заместитель главы, который сейчас исполняет его обязанности, попросил депутатов перенести рассмотрение ключевого вопроса. Уважаемые депутаты, приглашенные, учитывая важность вопроса о ежегодном отчете главы муниципального образования города Орска, о результатах деятельности администрации за период с 24 октября 2020 года по 24 октября 2021 года, а также в связи с тем, что глава города находится на больничном, мы предлагаем рассмотреть возможность переноса вопроса по 10 дня просмотрения отчета. Вообще, по уставу города с отчетом мог бы выступить и заместитель главы, исполняющий его обязанности. То есть, если бы депутаты настояли, отчитываться пришлось бы тому же Воробьеву. Они, однако, настаивать на этом не стали и приняли единогласное решение – отложить до полного выздоровления главы. Немного, конечно, поспорили, но скорее по привычке. В итоге, как уже говорилось, заседание не прошло, а пролетело. Остальные вопросы оказались не принципиальными. О выделении муниципальных помещений, управлению Росреестра да обществу собаководов-любителей. Потом перед депутатами еще выступил представитель полиции, рассказавший о борьбе с телефонным мошенничеством. Но сложилось ощущение, что это было сделано больше для того, чтобы наполнить заседание хоть какой-то информацией. Не зря же собирались. После заседания мы попросили депутатов объяснить, что же это было и почему они проголосовали за перенос рассмотрения отчета. Павел Коровин считает, что чиновники до последнего планировали провести обсуждение этого документа без участия самого главы. Дескать, вот вам информация, а неудобные вопросы задавать некому. Но эти планы, считает Павел Семенович, были сорваны пресс-конференцией, о которой мы уже упоминали. Решение было принято после того, как средство массовой информации вы донесли нашу позицию обеспокоенности, что отчет может произойти формально. И поэтому власти среагировали на это. И сегодня утром, по всей видимости, принято это было решение, которое устраивало нас. Поэтому мы голосовали за то, чтобы отчет был перенесен. С ним согласился и коллега Виталий Амельченко. Действительно, на комиссиях нас предупреждали, что глава города болен, но вопрос остро не стоял, будет ли глава на отчете на сегодняшнем или нет. А вот представитель «Единой России» Игорь Битнер считает, что все гораздо проще и прозаичней. Ставить оценку работе человека, который даже не присутствует при этом, было бы некорректно, говорит он. Все-таки это отчет главы города, Горска, а не его замов. И как было сегодня на горсовете сказано, было бы некорректно рассматривать этот отчет без его присутствия. Это первое. Второе, о чем хотелось бы сказать. У депутатов также много вопросов есть не только к отчету главы, а к деятельности за прошлый год. Именно волнующих не только депутатов, но и отчан. Поэтому хотелось бы именно из первых уст услышать, как какие-то проблемы, те или иные проблемы, которые нас волнуют, будут решаться. Решались в прошлом году и будут решаться в году настоящем. В общем, отчет, вопросов по которому возникает действительно очень много, будет рассмотрен позже. Если снова не случится ничего непредвиденного, произойдет это на следующем заседании, которое намечено на 17 февраля. Павел Лещенко, Виктор Литовский, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». 27 января в Ощебутаке состоялась встреча местных жителей с представителями орского предприятия «Армет», которое планировало начать добычу медно-цинковых руд на окраине села и русской медной компании, в состав которой входит «Армет». На этой встрече было озвучено решение – промышленники отказываются от планов по разработке карьеры в окрестностях Ощебутака. Об этом сообщает правительство Оренбургской области. Напомним, конфликт между предприятием и местными жителями разгорелся еще 4 года назад. Летом 2018 года наш корреспондент выезжал на место, говорил с жителями, которые протестовали против такого соседства, получил комментарии профессиональных экологов. Потом конфликт утих, но в конце прошлого года разгорелся с новой силой. В Ощебутаке состоялся народный сход, на котором жители села, многие из них в прошлом работали в геологоразведке, дружно потребовали прекратить возобновившийся процесс создания карьера. Депутаты сельского совета, присутствовавшие на том сходе, пообещали на камеру, что проголосуют против перевода земли, на которой находится месторождение, из сельскохозяйственной в промышленную. И обещание сдержали. Спустя месяц, в январе нынешнего года, люди снова собрались на площади перед ДК. Формально для того, чтобы убрать снег, потому что проведение схода было им запрещено. Они продолжали настаивать на том, что разработка карьера в непосредственной близости от села недопустима. После этого прокурор Оренбургской области, уполномоченный по правам человека, сообщили, что взяли ситуацию под личный контроль, а в село прибыли представители регионального правительства, которые пообещали разобраться в ситуации. И вот сегодня состоялась встреча всех сторон конфликта, на которой присутствовали и представители власти, причем как региональной, так и районной. Решение, озвученное на этой встрече, прокомментировал губернатор Денис Паслер. Правительство региона находилось в постоянном контакте со всеми сторонами, заинтересованными в разрешении ситуации вокруг месторождения. Жителями Ачебутака, администрации Домбаровского района, представителями компании, экспертами. Сегодня найден компромиссный вариант, и это главный итог совместной работы. Пресс-служба регионального правительства уточняет также, что для загрузки мощности обогатительной фабрики «Армет» найдены альтернативные источники сырья. Предприятие продолжит работу в регионе. Продолжение следует... После крупной коммунальной аварии на УЗТП без воды остался практически весь поселок. Когда проблему решили, у многих местных жителей пропала горячая вода. Как оказалось, это произошло из-за того, что трубы в некоторых местах перемерзли. В итоге коммунальные неудобства длились больше трех дней. Жители дома номер 7 по улице Андреева в Орске мерзнут в своих квартирах. Сразу несколько арчан, проживающих во втором подъезде, обратились к нам. Дети болеют, полы ледяные, а за топление платят исправно немалые суммы, говорят местные. То есть, живут на каждую зиму одна и та же ситуация? Да, каждый год мы звоним, они приходят, сливают. Потом опять у нас горячие 10, полчаса, минут, наверное, 15 стоят. Потом опять такие теплые. Ну, зимой теплые, это куда зимой теплые? Они должны быть зимой горячие. Подходим к батареям. И правда, горячие они только в одном месте, сбоку. На этом все. Одна секция горячая, вот и все. Не, ну здесь она холодная. Но она даже не теплая. Вот здесь. Ну, вот я и говорю, вот она отсюда уйдет. А вот тут еще, ну, ну тоже она здесь. Ну, хоть я и прогоняла. Я думала, может, у меня горячие только, да, вот действительно. Ну, нет у меня воздуха. Я вот здесь открываю, воздуха нету. Текет вода. Семья Ибраевых греется с помощью обогревателя. Получается, арчане из-за отопления платят около 4 тысяч в месяц. И при этом мерзнут. За свет тоже придется выложить кругленькую сумму. В квартире постоянно работает обогреватель. А это уже квартира Потаповых. Вот перед Новым годом начали мы звонить. И вот так же все. Пришла техник, замерила все. Сказала, ну все, теперь будут вам все делать. Все, тишина на этом. Никто не пришел, никто ничего не сделал. Просто мы не знаем, девушка, куда уже обращаться. В комнатах добавляют местные жители. Температуры колеблются от 15 до 18 градусов, когда на улице минус 20. Даже в теплой одежде холодно. Управляющие компании, которые обслуживают данный дом, пообещали прокомментировать ситуацию в самое ближайшее время. Такой большой концентрации женской красоты, энергии и позитива в одном месте Орск не видел давно. ДК «Нефтехимиков» отгремел финал ежегодного конкурса «А ну-ка, девушки». Его организаторами выступили комитет по делам молодежи администрации Орска совместно с городским советом женщин. А участниками стали четыре команды прекрасных студенток. Безбашенные Орский колледж искусств, бизнес-леди, Орский машиностроительный колледж, горящие цыпочки, Орский торгово-технологический техникум, а также красотки индустриального колледжа, Орский индустриальный колледж. Среди членов жюри были Ирина Панаистова, председатель городского совета женщин, Сергей Бенсман, депутат Орского городского совета, член местного политического совета партии «Единая Россия», Вера Гончарова, исполнительный секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия», Ирина Давыденко, начальник отдела культуры администрации города, а также предпринимателей города и не только, возглавил жюри Владимир Савин, генеральный директор телерадиокомпании «Евразия». А теперь вернемся к самому конкурсу. Если в первом этапе этого мероприятия конкурсантки сдавали теорию по вождению, стреляли в тире, ездили в учебной машине, то в финале конкурса студентки во всей красе показали свою творческую силу. Каждой команде девушек предстояло выполнить домашнее задание – подготовить четыре номера – визитка, реклама, три слова о любви и модный приговор, а потом представить их на суд жюри и зрителя. Ну что же, немного спойлеров. Мероприятие выдалось по-настоящему ярким. Были и классные песни, и зажигательные танцы, и даже номер в стиле стендап. Что уж говорить, смотрите сами. Вы сейчас видели вообще, как выглядят девочки-подростки? Это же просто, я не знаю. Они всегда при полном макияже. Там и бронзатор, и хайлайтер, и тени, и румяна. Складывается такое ощущение, что они – скульпторы своего лица. Вот, мне кажется, космонавты сидя на МГС сидят такие. А что там на Земле так сильно бликуют? Опять удивят вафи скульптуры. В сумочке можете разместить самые нужные для девушки вещи. Отвертку. Да-да, это то, что нужно. Фен. Точно, прическу не доделала же. Прекрасная короткая вечерняя платья в классическом белом цвете. Дополнительные актуальными аксессуарами, в которых девушка будет чувствовать себя настоящей лейтой. Истинная, яркая, изысканная, романтичная, русская народная платья, в которой любая девушка может выйти в свет и видеть не хуже големудской звезды на ковровой дорожке. Зрители остались в восторге от творческих номеров, которые продемонстрировали конкурсантки. Это было действительно круто. Даже члены жюри вышли на сцену оглашать результаты под большим впечатлением. Добрый день, дорогие друзья. Хочу поздравить всех вас с Днем студента. Хочу пожелать всем вам здоровья, новых вершин, достижений, вот такого креативного мышления, быть такими же жизнерадостными и позитивными, как сегодня вы были на сцене. Некоторые номера членам жюри особенно запомнились. По итогам конкурса, я тут пока сидел в жюри, появилось пара идей. Девчонки из индустриального колледжа. Вот этот конкурс с сумкой был когда. По секрету скажу, сумку куда дели? Я хочу сказать, что Сергей Иславович Бенсман хочет ее купить за очень большие деньги. Так что 200% вы сегодня не проиграли ничего. Со сцены даже поступило предложение переименовать Орский колледж искусств в Орский безбашенный колледж. Вот так запомнилась эта команда всем присутствующим в зале. Это вообще касается администрации нашего города и партии «Единая Россия». Они у нас там, теперь знаете, да, все решения принимают. Итак, предложение от меня, Орский педагогический колледж переименовать в Орский безбашенный колледж. Вот, я думаю, с точки зрения маркетинга, мы сюда привлечем очень много народу на обучение в город Орск. Вот, будем готовить безбашенных специалистов по культуре. Ну и, наконец, перейдем к результатам. Кто же стал победителем? Итак, в индивидуальном зачете места распределились следующим образом. Лучшим капитаном стала Светлана Дмитриева, студентка Орского колледжа искусств. В номинации «Робин Гуд в юбке» победила Татьяна Пелевина, студентка Орского машиностроительного колледжа. Лучшей автоледи стала Анастасия Загрудская, студентка Орского машиностроительного колледжа. Самой креативной командой стала Горящие цыпочки, студентки Орского торгово-технологического техникума. Самой творческой командой – Красотки индустриального колледжа, студентки Орского индустриального колледжа. В общем зачете места распределились так. Четвертое место заняла команда Бизнес-леди, Орский машиностроительный колледж. Третье место досталось команде Горящие цыпочки, Орский торгово-технологический техникум. Второе место заняла команда красотки индустриального колледжа – Орский индустриальный колледж. Ну и на первом месте оказались команда «Безбашенные» – Орский колледж искусств. Всех девчонок переполняли эмоции. Все было просто круто, у нас переполняют эмоции, мы вообще счастливы. Это было круто! Исторично! У нас классный директор и еще Мария Александровна, мы вас любим. Да, мы вас просто обожаем, все будьте творческими, будьте классными, и у всех всегда все получается. Ничего не бойтесь и идите вперед! Пусть миром правит любовь! Да! Телерадиокомпания «Евразия» поздравляет всех участниц. Желаем вам удачи во всех начинаниях. Алина Валюлина, Виктор Литовский, служба информации ТРК «Евразия». Студенты медицинского и индустриального колледжа «Евгай» стали участниками фестиваля «Спортивная студенческая ночь», который прошел на Ледовой Купрум-арене. Для них была организована развлекательная программа и массовое катание на коньках. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Марина Ильина вручила студентам благодарственные письма за подписью главы Гайского городского округа Олега Попунина за добросовестное отношение к учебе и активное участие в реализации студенческих социально значимых инициатив. Кировская обувная фабрика принимает обувь на реставрацию. В воскресенье 30 января на рынке «Авангард» в Орске. От смены подошвы до полного обновления. 21 января на улице Перегонной Орска сбили парня 99-го года рождения, который от полученных травм позже скончался в больнице. Случившиеся активно обсуждают в сети и соцсетях. Связано это с тем, что данные об обстоятельствах трагедии изначально очень разнились. Мы публиковали новость, где написали, что орчанина сбили на зебре. Чуть позже в полиции дали комментарий, согласно которому, по предварительным данным, погибший шел не по пешеходному переходу, а в 10 метрах от него. И эта информация очень возмутила близких друзей парня, которые решили высказать свою позицию во всеуслышание. Да, нас возмещает то, что говорят, что он проходил не по зебре. Мы хотим, чтобы была справедливость, что он ничего не нарушал. Мы хотим, чтобы было все по справедливости. Чтобы нас услышали, потому что парень, он был один. У него осталась дочка, три годика. Есть еще сестра родная, но она не в городе Орске. Ей даже не получилось приехать сюда. Просто он, правда, был один. Знала я его с детства. Он очень хороший был парень. Мы хотим, просто справедливости хотим, чтобы было все правда, по справедливости. Ну, также я скажу, что вот якобы от зебры в 10 метрах вот эта информация ходит. Также хочу дополнить, что он просто не мог пройти в 10 метрах от зебры. Это так, как вы видите сами, что здесь снег, это как бы бугры, проходы, кроме как вот здесь вот подходы к остановке, к пешеходному переходу. Ну, просто другого нет, понимаете, подхода. Он же, ну, даже, допустим, вот так же мне нравится та информация, что он был в нетрезвом состоянии. До вот этого происшествия я лично сама с ним общалась, то есть сидела с ним в машине. Мы разговаривали с ним, он был трезв абсолютно. В этот же вечер? В этот же вечер. За 20-30 минут вот до этого происшествия. Девушки также предоставили нам видео с регистратора. На нем нет самого момента ДТП, но видно, как парень начинает переходить проезжую часть. Как утверждают наши собеседницы, судя по этому ролику, он находится как раз на пешеходном переходе. Но есть и другая, более качественная запись. Ее в нашем распоряжении, к сожалению, нет. Она уже абсолютно точно подтверждает слова друзей погибшего. ГИБДД Урска нам также сказали, что женщины оказались в итоге правы. На данный момент сотрудники госавтоинспекции изъяты видеозаписи камер наружного видеонаблюдения, благодаря которым удалось установить, что пешехода сбили на пешеходном переходе. В связи со всем вышесказанным мы вновь хотим напомнить. Пешеходный переход не может гарантировать стопроцентную безопасность. Чтобы уберечь себя при переходе проезжей части, остановитесь на секунду. Посмотрите по сторонам и только после того, как автомобили остановились, начинайте движение. Водителям же стоит, приближаясь к пешеходным переходам, заранее снижать скорость и быть готовыми к экстренному торможению. Ведь зимняя скользкость на проезжей части может сильно изменить тормозной путь в худшую сторону. Эти меры предосторожности помогут нам избежать трагедии на дорогах города. Маргарита Шкарабурова, Андрей Энгель, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Одним прекрасным ранним утром жительница Орска возвращалась из ночного клуба и увидела, что на лавочке, ну очень сладко, спит молодой человек, а рядом с ним лежит телефон. Женщина не растерялась и прихватила мобильник с собой. Уже потом продала добычу за 4000 рублей. Молодой человек, чей телефон украли, в этот день также отдыхал в ночном клубе. После закрытия заведения он вызвал такси, но не дождавшись авто, уснул на лавке. Когда Морфей выпустил его из своих объятий, Арчанин попытался позвонить на свой номер, но на том конце провода услышал. Абонент временно недоступен. Потерпевший обратился в полицию. Правоохранители задержали женщину. Та пояснила, что у нее нет денег и она была вынуждена пойти на кражу. Как нам стало известно, изначально суд учел смягчающее обстоятельство. А именно наличие трех детей у жительницы Орска, отсутствие судимости и прекратил в ее отношении уголовное дело. Ей назначили судебный штраф в размере 5000 рублей. Однако женщина его не выплатила. Тогда уже судебные приставы отменили это постановление и заново передали дело в суд. В итоге Арчанку осудили. Приговором Октябрьского района суда города Орска местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Как установлено в судебном следствии, мотивом совершения указанного преступления явилась корысть в связи с необходимостью денежных средств подсудимой. Последний раз скаялась, возместила ущерб потерпевшему и в полном объеме принесла извинения, которые последний принял. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, а также учитывая, что девушка имеет троих детей, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу. В Орске в доме номер 138А по улице Короленко был обнаружен подозрительный предмет. По нашим данным, это пакет в щитке. Людей поздно вечером эвакуировали из дома. Двор оцепили, на месте работали все спецслужбы, и пожарные, и полиция, и скорая, и Росгвардия. Чуть позже оцепление сняли. Жители дома впустили в квартиры, и все закончилось благополучно. Что именно лежало в пакете, не сообщается. В Новотроицке на городские камеры видеонаблюдения попало черное авто, которое отметилось грубым нарушением правил дорожного движения. Во-первых, автолюбитель на большой скорости проехал на красный сигнал светофора по улице Советской. Так еще и дрифтанул не по-детски. Ай-яй-яй, нельзя же так. За это новотроицкий дрифтер отправляется в рубрику «Водятел». Напомним, эту рубрику создали для того, чтобы туда попадали самые злостные нарушители правил дорожного движения. Расшифровывается рубрика как «Водитель. Я творческая езда любитель». Если у вас есть герой для этого раздела, присылайте нам. Наши пароли и явки вы можете увидеть прямо сейчас на своих экранах. Больше 6 тысяч кубометров снега вывезли в январе с улиц Орска, сообщает пресс-служба администрации города. По официальным данным, от снежного вала ежедневно освобождаются остановки общественного транспорта, перекрестки, пешеходные переходы и обочины дорог. Расчисткой занимаются сотрудники МУПСАТУ. В работе используют погрузчики, тракторы МТЗ, КАМАЗы. Снег с обочин дорог также убирают при помощи шнекоротора. Применение трактора МТЗ с навесным оборудованием позволяет задействовать в работе минимальное количество техники и людей. Минимизировать неудобства для автомобилистов за счет использования только одной полосы проезжей части. Администрация отчитывается, в течение недели снег вывозили с проспектов Ленина и Мира, с Комсомольской площади, улиц Тагильской, Краснознаменной, Третьего интернационала. Работы шли в районе остановки ДК «Нефтехимиков», «Луч», площадь Воснецова и на других участках. Между тем, водители Орска пожаловались на высокую колею на дорогах города. Так, многие считают, что из-за такой ситуации часто происходит ДТП. Также, по словам Арчан из-за колейности, образовываются пробки. Дорога находится в отвратительнейшем состоянии. Вчера просто была большая пробка, нельзя было проехать ничего, потому что машина встала в колее, а проехать и перескочить между колеями невозможно. И это уже больше месяца длится. Машины бьются, бьются днищем об колею. Не проехать, не пройти ни на дорогу, ни на работу, ни с работы невозможно. В прошлом году чистили дорогу, в этом году никто не смотрит. Такая обстановка по всему городу, мы понимаем это, но налоги-то мы платим, и дорожные тоже платим. Должно же быть какое-то телодвижение в плане улучшения обстановки. Ну что ж, раз дороги Орска так ударно чистят, о чем отчитывается официальный источник, то и проблему с колеей должны решить в ближайшее время. Сама она уйдет не скоро, до теплой весны еще далеко. 53-летний мужчина отправился на вахту заработать, но вместо этого получил срок. И все из-за его поведения. Базлокчанин в пассажирском поезде Оренбург-Новый Уренгой начал вести себя плохо. И это, мягко говоря. Выражался нецензурной бранью, открыто распивал алкогольные напитки, мешал отдыху окружающих, провоцировал конфликты с пассажирами. На замечания поездной бригады он не реагировал. По прибытию на станцию Орск, в ответ на законные требования сотрудников Орского линейного отдела прекратить совершать хулиганские действия и покинуть вагон, гражданин публично оскорбил сотрудника полиции и применил в отношении его физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья. Советский суд Орска признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213, это хулиганство на железнодорожном транспорте, частью 1 статьи 318, применение насилия в отношении представителей власти и статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это публичное оскорбление представителя власти. Назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Проговор суда вступил в законную силу. 29 января 2022 года в 9 часов в спорткомплексе «Здоровье» начнется чемпионат Гайского городского округа по мини-футболу среди мужских команд. К соревнованиям допускаются мужские команды по месту жительства, а также от предприятий и организаций города, образовательных организаций и клубов. В команде не более двух игроков, участников областных соревнований, первой и высшей лиги. Победители награждаются кубком, дипломом и денежным призом, призеры – дипломами и денежными призами. Субтитры создавал DimaTorzok